Раскрыть талант Послание президента Федеральному Собранию было посвящено вопросам развития нашего общества и страны, необходимости изменений и востребованности нового. Это звучало буквально в каждой фразе Владимира Путина. Среди важнейших, требование проводить изменения максимально быстро, но обеспечивая справедливость и сбережение народа. И именно качественное образование, доступное каждому, является залогом этого. Как же обеспечить всех россиян равным доступом к качественному образованию, независимо от их места жительства, социально, экономического положения и других жизненных обстоятельств? Президент снова обратил наше внимание на необходимость обновления образовательных стандартов и программ с учетом внедрения в образовательный процесс информационных технологий. Это не что иное, как инструмент для сокращения дифференциации качества школ и уровня подготовки в разных российских регионах. Президент не поручает нам проводить новую реформу образования, когда так просто спрятаться за организацией самого процесса. Он поручает заняться его содержательным обновлением, последовательным системным совершенствованием работы всех заинтересованных сторон на всех уровнях системы образования с постоянным общественным контролем. Так, президент потребовал отказаться от чисто ведомственной модернизации профессиональных регламентов, которые нацелены на обеспечение интересов министерств, зачастую подменяющих набором показателей и индикаторов реальную работу. Возьмем общеобразовательную школу. Пока множественные формальные проверки толкают всех педагогов, а значит, и их учеников, на путь конкуренции, у детей будет отсутствовать выбор, возможность для полноценного инклюзивного обучения. Мы должны приспособить учебные планы под потребности каждого ребенка. Новые технологии не означают перехода к работе школьников исключительно за компьютерами. И они не заменят существующие формы преподавания, а дадут дополнительные возможности для общения учеников с учителями и друг с другом. В экономике, которую мы сейчас строим, нужны не просто кадры, нужны возможности для самой разной профессиональной реализации каждому. А для этого системе образования требуются смелые руководители шкал и классов, педагоги, которые творчески подходят к учебным программам и которые ради этого сотрудничают друг с другом. Тогда у нас будут и эффективные школы, и эффективные технологии, и эффективные производства. И тогда мы вместе с нашими детьми пойдем по дороге, ведущей вперед всю страну. Нужно укреплять и развивать в регионах механизмы выявления и развития талантов УДТ и молодежи. В том числе и опираясь на опыт и наработки образовательного центра «Сириус», который стал ориентиром для регионов по системной работе с юными талантами. Для этой работы принципиально важен опыт лучших российских школ, партнеров центра. Через интенсивные профильные программы «Сириуса» ежемесячно проходят около тысячи детей, сегодня у центра почти 35 тысяч выпускников. А еще он в удаленном режиме работает со всеми участниками Всероссийских Олимпиад по всей стране. Пять тысяч студентов, поступившим благодаря такой системе работы с ними в ведущие российские университеты, фонд выплачивает гранты президента России 20 тысяч рублей ежемесячно до окончания обучения. Каждого из них ждут в передовых российских научных коллективах, компаниях. Многие из них не только прошли там стажировку, но уже работают. Практический опыт развития центра «Сириус» позволяет обобщить требования времени к экспертному сообществу. Без их выполнения мы не сможем выполнить поручения президента. Во-первых, суть образовательной деятельности должна состоять не в научении, а в выявлении и раскрытии талантов каждого ребенка. Это то, о чем говорит президент, то, ради чего запускался «Сириус» как пилотная площадка для выработки новой образовательной парадигмы, создания новой образовательной среды. Во-вторых, эта система требует от нас корректировки управленческой и правовой модели. Развитие образовательных систем – это общая задача для государства, общества, науки и бизнеса. Без этого у ребенка не будет возможности выбора траектории своего социального и личностного роста на всех уровнях образования. В-третьих, нужна другая логика нашего взаимодействия – межведомственная, междисциплинарная. Сейчас все взаимодействия крайне зарегулированы и тяжелы. Зачастую, все совместные проекты и активности реализуются за счет энтузиазма конкретных участников и вопреки, а не благодаря действующим нормам и правилам. И, в-четвертых, мы должны крайне взвешенно подойти к разработке новых образовательных стандартов. Нужно учесть все требования, которые влияют на раскрытие творческих способностей учащегося, формирование его жизненных предпочтений. Это должна быть профессиональная и открытая экспертная работа, объединяющая как школьных педагогов, так и ученых, специалистов высшей школы, представителей бизнеса и других заинтересованных профессионалов. Только выполнив все эти требования, мы сможем обеспечить ответственное развитие России, конкурентноспособность нашей образовательной системы. Автор – руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте России по науке и образованию. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.